Привет, друзья! Я терраформировал все известные карликовые планеты в Солнечной системе. Я покажу, что из этого вышло. Получилось, что исход терраформирования карликовых планет... Начнем с первого объекта терраформированного, это Церера. Вот у нас на экране Церера. Пожалуйста, крутится, вертится. Сейчас мы увидим терраформированную Цереру. Запомните, как она выглядит. Буду показывать изначально, как выглядели карликовые планеты и что с ними стало потом. Очень ушло огромное время на терраформирование. Огромное количество карликовых планет. Так что, друзья, стоит этого лайка, подписки, кто не подписан, поддержите. Вот так у нас выглядит сейчас Церера, а вот так у нас выглядит терраформированная Церера. Смотрите, что стало. Что получилось. Да, тут все есть. Океаны, вода, все прекрасно. Облака. Такая у нас Церера. Ускорим вращение. Все нормально, все вращается. 20 градусов по Цельсию. Период вращения вокруг своей оси. Одни сутки, 24 часа. Такой период будет вращение, как у Земли, у всех карликовых планет. Так что не будем на этом зацикливаться. И приблизительно такие же температуры будет. Главное, я покажу состав. Такой же состав у всех карликовых планет. 24,6% железа, 75,3% силиката, воды 0,119% и немножко водорода. Вот так у нас будет состав, земной состав. Сходство с Землей 42%. Вероятность жизнями по минималке. Что получилось, то и сделал. Потому что сложно очень сделать и поддерживать столько объектов. Без атмосферы, как Церера выглядит. Вот так. Смотрите, все насыщенно. Континенты двигаются, облака. Так, конечно, получше смотрится. Покрасивее, можно сказать, без атмосферы. Ну что, перейдем к следующему уже объекту. Посмотрим, что станет со следующим объектом. Это будет Орг. Вот так у нас выглядит Орг на данный момент. Смотрите, какой внешний вид карликовой планеты Орг. Сейчас терраформированный Орг у нас. А вот так у нас терраформированный выглядит Орг. Запомнили, как он там выглядел? Да. Разные, конечно, исходы. Безусловно, отличаются у нас объекты. Вот наша солнечная система. Пожалуйста, чтобы все было понятно, видно. Кстати, я размер Церера не показал. Радиус Цереры у нас 453 километра. Да, вот такой у нас Орг. Карликовая планета Орг. Кстати, карликовая планета Орг 474 километра. Столько же градусов. Такой же период вращения. Без изменений. Состав такой же. Как и схож с планетой Земля. Воды, конечно, побольше процентов, чем на Земле. В несколько раз. Сходство с Землей. 47% с небольшим. Вероятность жизни минималка. Так у нас Орг выглядит. Смотрите. А без атмосферы у нас Орг вот так вот выглядит. Смотрите, что стало. Помните, как там выглядел в реальности Орг? Сейчас вот так у нас выглядит Орг. Так, не будем уже затягивать. Вот такой у нас Орг. Вот так у нас все прекрасно. Перейдем к следующему объекту. А следующий у нас объект. Карликовая планета Эрида. Вот такая у нас Эрида. Запомните. А сейчас у нас, видите, как будто кто-то порезал ее когтями. Как будто Эриду. А сейчас мы увидим терраформированную Эриду. А сейчас вот так у нас выглядит терраформированная Эрида. Смотрите, какой внешний вид. В радиусе 1122 километра. Все такая же температура 20 градусов. В период вращения вокруг своей оси. Чуть-чуть больше железа. В основном, как у земного. Состав сходства с земным. Также на ней 57. Побольше уже с лишним процентов сходства с землей. И вероятность жизни 1 с небольшим процентом. Вот такая у нас Эрида. Помните шрамы, которые я говорил? Вот они. Вот видно шрамы. Как будто когтями. Вот такая у нас Эрида. Океан у нас, конечно, поменьше на планете. На карликовой. Но уже неплохо. А без атмосферы у нас вот так будет выглядеть Эрида. Вот такая насыщенная зеленью. Вот такая у нас Эрида. Перейдем уже к следующему объекту. А следующий у нас объект. Невероятный объект. Квавар. Карликовая планета Квавар. Смотрите, какие у нас ландшафты тут. Смотрите, что с этой карликовой планетой случилось. Такой внешний вид. Квавар, да. Карликовая планета. Кто не знал. Размер я могу здесь сразу показать. 546 километров. Там не менялся в основном размер. Такой же остался. Перейдем уже терраформированному объекту Квавару. А вот такой у нас сквавар терраформированный. Ландшафты какие, помните, были. Есть, конечно, сходства. Немножко отличается от других карликов планет сейчас по внешности. Радиус я уже говорил сколько. Состав такой же. Ничего не менялось. Вероятность жизни не минималки. Сходство с землей 50 почти процентов. И у нас что тут? Атмосферу мы снимаем. Вот такой Квавар у нас. Насыщен прям чересчур зеленью. Такой внешний вид Квавара. Атмосфера. Вот такая белая атмосфера у нас. Ролик, чтобы не получился огромный, я решил сделать из двух частей. Это будет первая часть терраформирования карликовых планет. И не пропустите вторую часть. Там очень интересно будет. Хао Мео, Маки Маки, Седна. Будут терраформированы карликовые планеты. Спасибо, друзья, всем за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Скоро выйдет вторая часть. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. Не забывайте ставить колокольчик, уведомления. Всем пока. Всем здоровья. Не болейте, друзья.